Музыка Это напряженные дни для всех дежурных врачей, для всех служб. Поэтому, конечно, хотелось бы нам сейчас в преддверии этих новогодних праздников, наверное, об этом и сказать нашему населению, что было бы необходимо сделать, чтобы как-то и сберечь и здоровье всех граждан, и, соответственно, конечно, чтобы было менее напряженно для медиков работа. Ну, больше всего, наверное, вопросов о злоупотреблении алкоголем, потому что, как вы сказали уже, действительно, каждая хозяйка, каждый дом готовится к Новому году особо тщательно. Вот, покупают алкоголь, и часто он бывает, чем греха таить, и поддельный, вот, без всяких разных акцизных марок, покупают подешевле, а это тоже чревато. Но и излишнее потребление тоже приводит к каким-то, ну, я бы сказала, даже тяжелым, порой психическим последствиям. Вот, что можно здесь сказать, потому что, на самом деле, покупают, наверное, много, ну, а не выпить грех, когда бутылки на столе. То, вот, в списке близких алкоголя он не стоит, но почему-то считается, что, ну, это такая вот традиция, да, что праздничный стол без алкоголя невозможен. Это неправда, и об этом, ну, вот, как бы давным-давно и говорится, то есть у нас в обществе трезвления, которые, ну, вот, как бы действуют на территории Российской Федерации, вообще, там, есть такое, ну, понятие безалкогольное, как бы жизнь, абсолютно. И это не уменьшает радости, вот, встреч, да, то есть, вот, удовольствие от застолий, там, то есть, ничего у них не пропадает. Вот, но, тем не менее, Нового года есть несколько символов салата оливье, бокал с шампанским, туда входит. И здесь надо совершенно чётко понимать, что вот точно так же, как имеются противопоказания по, там, острой, жирной еде, да, точно так же существуют люди, у которых есть противопоказания по алкоголю, то есть, это люди склонные к зависимости от алкоголя. Да, таким пациентам губы мочить нельзя, как мы говорим. Вот, если человек не страдает зависимостью от алкоголя, способен контролировать употребление алкоголя, употребление алкоголя не носит ежедневный характер, а, ну, вот, действительно, там, в новогоднюю ночь, то здесь мы предупреждаем, что очень осторожно, действительно, необходимо, как бы сказать, обращать внимание на качество употребляемой продукции, вот, ну, и помнить о том, что употребление алкоголя два дня подряд – это уже запой. То есть, это повод обратиться к наркологу. Вот. Здесь, ну, вот, очень серьёзно мы обращаем внимание на следующее. Вот у нас сейчас в преддверии новогодних праздников, вот праздники ещё не наступили, а тревожные звоночки уже есть. Вот буквально за вчерашний день три обращения. Вы знаете, там, вот наш родственник, там, или родственница употребляет алкоголь уже достаточно длительно, а не могли бы вы положить её на праздники, его. Ну, надо понимать, что стационарное лечение в психиатрическом отделении – это ведь не повод для социальной изоляции больного. Мы призваны не изолировать людей, а лечить. Если человек, ну, как бы сказать, не осознаёт свою болезнь, то что ж вы смотрите-то? Вы придите к нам, мы научим вас, как работать с этим пациентом. А не звоните в последний момент времени. То есть, у нас вот традиционно, да, 30-е, 31-е декабря, пик госпитализации. Первого? Первого числа, да. Заберите его, как в пункт приёма стеклотары привозят. Вот. Очень бы, вот, хотелось относиться к нашим пациентам, как к людям. Мы стараемся это делать, но надо, чтобы и со стороны близких, и родственников тоже было понимание, что если есть такое заболевание в семье, алкоголя на столе не может быть. Не должно быть, а просто вот его не может быть. Любые безалкогольные напитки, соки, там, лимонад, чай, масса вариантов. Но если всё-таки это случилось, не надо ждать, пока пациент напьётся две недели подряд до полусмерти, когда потом привозят, и врач приёмного покоя не знает, то ли в реанимацию его отправлять, то ли куда, то ли что с ним делать, потому что на ногах не стоит, в припадках бьётся, психоз, всё, что угодно может быть. Алкоголь – это очень коварный вот такой враг. Он сначала разрушает здоровье, потом психику, а потом забирает жизнь. На столе порой не хватает места для того, чтобы поставить ещё один салат. И всё хочется попробовать. Вот как скорректировать? Тут, конечно, уже ни о каком сбалансированном питании речи не идёт. Но, во всяком случае, это только самоограничение? Ну, здесь самое главное, да, не переедать и двигаться. Сейчас вот у нас наши специалисты так скажут. Да, конечно, Новый год всегда у нас связан с обилием продуктов на столе, с различными салатами, горячим. Поэтому надо, конечно, постараться до начала Нового года поесть так, чтобы в новогоднюю ночь не переедать. И, конечно, готовить такие салаты, где меньше калорийности. То есть заправлять эти же, как говорится, оливье не с жирным майонезом, а, допустим, сметаной или йогуртом. Включать в состав оливье не колбасу, а, допустим, грудку куриную. То есть стараться, чтобы калорийность пищи была меньше. И, конечно, использовать поменьше всяких таких приправ, салатик, которые вызывают жажду питания. Также, конечно, нужно, чтобы побольше было овощей. Овощей, фруктов и жидкости, компоты, морсы использовать, воду. Но, конечно, не злоупотреблять слишком сладкими продуктами. Вот самое основное это, конечно, чтобы не калорийная пища была. Каждому уральцу в день надо гулять не менее 4 часов на улице. Особенно детям. Особенно детям. Почему иногда очень много травм у детей? Упал – ручку сломал, упал – ножку сломал. Потому что мы мало едим молочной продукцией и мало гуляем. Поэтому каждому уральцу в день надо гулять не менее 4 часов в день. Это обязательно. И даже в новогодние праздники. То есть чем больше, тем лучше. Потому что витамин D, за которым идут кальций, за которым идет кальций в кости, он строго формируется, он не накапливается. Он формируется тогда, когда мы получаем солнечные ванны, ультрафиолетовые ванны. Поэтому обязательно нам нужно солнышко. Фактическая культура, я хочу сказать, 4 часа – это среднее время лепления снеговика. У нас сейчас детишки снеговиков-то лепить не умеют. Ну, снег должен быть липкий. Уметь надо с любым снегом. Если взрослый будет рядом, слепится из любого снега снеговик. Потому что масса, масса способов. Раньше ведь на каждой улице снеговик был. Конечно. И взрослые с таким же азартом, как и дети, катали эти шары и ставили, и наряжали. У кого какая фантазия была. Горки в анбарах. Почему не выйти жить в реакции и построить для малышей, и горку не скидать. Снега полно. Снежные крепости. Это вот не сидеть в застолье, не пить, а вот идти гулять и с детьми вместе активный образ жизни, да те же горки, те же лепки делать. Ведь во дворе можно даже самим горько сделать. Да. Потому что у нас ведь беда. Ведь как только начинается у нас с первого числа, первое число еще более-менее, а потом начинается ходьба у нас, приемный покой не закрывается. Это у нас начинается панкреатит, обострение желудочно-кишечного трансзаболеваний, это кровотечение, обострение язвенной болезни. И у нас и хирурги, и терапевты, и травматологи, это самые востребованные профессии, получается, специальности, да, вот в эти праздники. Когда можно прийти и знать, что врач примет и работает в поликлинике? Болезнице вообще, наверное, не отдыхает в нашей медике, поэтому они работают круглосуточно и в праздники, и в выходные дни. Поэтому график мы, конечно, составили. И вот сейчас Елена Николаевна расскажет, как будет работать поликлиника. Стационар, он работает всегда, приемное отделение. Вот мы, все наше расписание и в соцсети, и на телевидении, и в газету, все это объявление дадим. Ну вот Елена Николаевна сейчас скажет, то есть мы как будем работать. Да, значит, поликлиника единственный день не работает, это 1-го числа. Вся экстренная неотложная помощь будет оказываться в приемном покое терапевтического отделения. Поликлиника начинает работать со 2-го числа. Значит, 2-го числа работает неотложная помощь, то есть со 2-го по 9-е число работает неотложная помощь по ОРВИ. Вход в этот кабинет с задней стороны здания, все об этом знают, туда, где идут пациенты с признаками ОРВИ. Работает кабинет 2-го числа с 9 до часу, с 3-го числа с 8 до 12 каждый день. Кроме этого, мы ездим по вызовам. Если вдруг температура вызывает на дом, мы приедем, неотложная помощь приедет. 3-го и 6-го, с 3-го по 6-е, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го работает и проводим мы диспансеризацию. То есть работает поликлиника, проводим мы диспансеризацию. Пожалуйста, с удовольствием, если пациенты придут, значит, на диспансеризацию, на диспансерные осмотры, на профосмотры, на углубленную диспансеризацию после ковида. Мы с удовольствием их примем. Будет работать весь комплекс, который предполагается в диспансеризации. То есть будет работать смотровой кабинет, флюорограф, маммограф. Мы будем забирать кровь. Работает кабинет профилактики. То есть, пожалуйста, с 8 до 12 каждый человек может прийти. Значит, 3-го и 6-го работают некоторые узкие специалисты. Кроме этого, то есть когда-то работает лор, когда-то работает окулист. То есть мы это тоже расписание выставим. Вот вакцинация, вакцинопрофилактику мы проводим все дни. Начиная с 1-го числа и с 1-го по 9-й вакцинопрофилактика проводится. Мы прививаем от гриппа, прививаем от ковида. Значит, 1-го, 2-го и 7-го мы прививки делаем в приемном покое терапевтического отделения. Тоже с 8 до 12. В наличии имеется вакцина от гриппа и вакцина от ковида и пивак корона. Это новосибирский производитель, вектор. Значит, с 3-го числа, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 8-го, 9-го вакцинация проводится на территории взрослой поликлиники. В наличии имеется вакцина от ковида «Спутник Ви», «Спутник Лайт» и пивак корона. Кроме этого, имеется вакцина от гриппа. Пожалуйста, приходите, прививайтесь, потому что в настоящий момент действительно идет спад ковида. Это действительно есть. То есть, привитость населения нашего городского округа достигла 53%. Это очень хорошо. Мы видим реальную помощь этой вакцины. В округе и Каменск-Уральский городской округ, и Екатеринбург идет подъем ОРВИ. Идет грипп А. Пока у нас такого подъема большого нет. Поэтому нам желательно как можно больше привить население еще и от гриппа. В вакцине, которая у нас есть в наличии, есть составляющая гриппа. Там есть грипп А и грипп Б. И, пожалуйста, приходите в любое удобное для вас время с 8 до 12, с 1 по 9 число. Если, например, будет такая возможность, вернее, необходимость человека госпитализировать, ну, не планово, а вот просто возникла необходимость, да, вот будет ли у нас, ну, стационар работает, а класть будете или нет? Ну, конечно, стационар у нас работает круглосуточно, мы никогда не закрываем стационары, приемные покои у нас работают круглосуточно. Я абсолютно согласна с тем, что сказано было до меня по поводу злоупотребления алкоголем, по поводу переедания. Что мне хотелось бы сказать, исходя из наблюдения прошлой года? Ну, вот тут очень хорошо было сказано про прогулки, про свежий воздух. Но мы часто очень сталкиваемся с тем, что люди наедаются, напиваются как следует и идут гулять. И, как правило, в новогодние праздники мы видим рост числа обморожений, то есть порог чувствительности снижается, человек уже не чувствует, что у него пальцы там побелели, посинели, что ему холодно. И потом, когда начинается, вот уже придя в тепло, начинает чувствовать, что у него какие-то проблемы. Поэтому мы просим и убедительно всем рекомендуем. Если действительно вы, как, ну, бывают такие ситуации, все-таки перебрались с алкоголем, то не надо идти гулять, не надо где-то, где же у нас люди в лес идут, начинают. Поэтому лучше уж, если вы все-таки позволили себе какие-то излишества, лучше оставаться дома, либо погулять возле дома. Не надо никуда ходить. Мы сейчас уже за неделю до Нового года начали сталкиваться с увеличением числа инсультов. То есть у нас же есть люди, которые начинают праздновать Новый год не конкретно 31 числа, а начинают уже за неделю, а то и раньше. И в последнее время мы уже наблюдаем, что увеличилось число инсультов. Поэтому убедительная просьба, опять же, не злоупотреблять алкоголем. Если люди гипертоники, обязательно не прекращать принимать гипотензивные препараты. То есть таблетки от давления нужно пить всегда, независимо от того, праздник у вас, не праздник. Если человек болеет чем-то, и в аннотации препарата у него написано, несовместим препарат с алкоголем, каждый человек имеет право выбрать. Хочет он жить, но не пить. Или хочет он умереть пьяным. Вот выбор-то очень простой. Либо человек поддерживает своё здоровье, принимая назначенную ему терапию, радуя своих близких. То есть, либо человек выбирает жизнь, но без алкоголя, либо человек выбирает смерть в опьянении. Вот выбор очень простой. Если человек выбрал, что он вместо таблеток пьёт алкоголь, ну это его выбор. Пить ларисту, запивать водкой, ну, известным у нас в Сухоложском районе коктейль. Утром обязательно нужно принять свои таблетки постоянные, которые мы пьём систематически. Ну, можно в обед, конечно, или там ближе к вечеру выпить бокал шампанского, бокал вина, но не без того. Всё-таки Новый год – это такой праздник, который, ну, сложно, конечно, многим людям, сложно встретить просто вот, как говорят, на сухую. Но таблетки пить обязательно. Не злоупотреблять, не переедать, и пить таблетки. Вот это обязательно. И ещё одна просьба у меня ко всем жителям Сухого Лога. Если вы почувствовали себя плохо, если вы чувствуете в течение дня какое-то недомогание, не надо ждать вечера, не надо ждать ночи. Мы очень часто сталкиваемся, особенно в выходные, праздничные дни, когда люди целый день недомогают, чувствуют себя плохо, к вечеру им становится страшно. Они начинают бояться за своё здоровье, вызывают скорую, либо сами едут в приёмный покой. Ночью намного, вечером и ночью намного сложнее, нам оказать помощь, провести какие-то диагностические мероприятия. Поэтому лучше, конечно, обращаться в дневное время. В дневное время мы можем провести дополнительное обследование. Мы можем вызвать какого-то узкого специалиста для консультации. Поэтому особенно это касается детей маленьких. Не надо ждать ночи и сломя голову, потом ехать в приёмный покой с криками. Всегда же усиленный режим был. Конечно. Но ночь есть ночь. Врачи, они тоже люди. Они целый день на ногах. Может быть, хочется где-то посидеть, хотя бы часик-другой отдохнуть. Но порой не получается, потому что мы целый день сталкиваемся. Во-первых, идут люди днём обращаются, а ночью уже идут такие, которые уже всё почувствовали себя плохо. Либо весь день они занимаются самолечением, что-то принимают, а к ночи уже чувствуют, что ничего не помогает, и едут в приёмный покой. Но потом ночью, как правило, обостряются. Конечно. Он ещё в суете, он ещё в процессе, а потом прилёг, и что-то всё везде колет. И страх. Ночью всегда появляется у человека страх, что что-то с ним случится, что он может умереть. И поэтому очень часто ночью приезжают. Даже люди пешком идут в приёмный покой. И возрастные причём пациенты. Не надо ждать ночи. Обращайтесь. У нас и поликлиника, вы уже услышали, работает каждый день сейчас. Неотложная помощь работает. Приёмный покой. Поэтому лучше всего... Неотложная помощь у нас будет работать все дни. И детская тоже. И детская, и взрослая. Неотложная помощь и для хронических больных, и для ОРВИ. Для ОРВИ 1-го числа у нас будет в инфекционном корпусе неотложный кабинет будет работать. Для хронических пациентов будет работать приёмном покое терапевтическом. Будет неотложная помощь. То есть помощь в любом случае будет оказана, если человек обратится. Никто не останется без медицинской помощи. Ну просто не надо запускать, не надо тянуть до последнего. И если встаёт вопрос о перегоспитализации, если пациент тяжёлый, то нам это удобнее, конечно, в дневное время перевести. И договориться где-то с кем-то по маршрутизации. Поэтому убедительная просьба не затягивать, если у вас что-то со здоровьем. В круглосуточном режиме будет у нас работать холл-центр. Он продолжает работать. Работал, работает и будет работать. Значит, по телефону регистратуры 439-75 вы можете получить консультацию, когда кто работает. Там, конечно, сидят не медики, и на какие-то медицинские вопросы они вам вряд ли могут ответить. Но всегда проконсультируются, к кому вам можно обратиться. Ну и расписанию точно. По расписанию работы, по режиму работы, как чего. То есть, пожалуйста, может каждый житель сухого лога позвонить по телефону регистратуры. Телефон не менялся давным-давно с основания регистратуры. 439-75. Хотелось бы поздравить всех жителей городского округа с наступающим Новым годом. Пожелать, конечно, всем здоровья. Это самое главное. Ну и чтобы у каждого был мир, покой в семье, в душе. И, наверное, как всегда, мы все загадываем желания, чтобы все наши желания, все наши мечты сбылись у каждого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова